Молдова и Газпром. Велики ли шансы получить долг? Здравствуйте! Сегодня четверг, 7 сентября. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Во взаимоотношениях Газпрома и молдавского правительства очередное обострение. Российский экспортер газа настаивает на погашении долга размером 709 миллионов долларов. Молдавские власти предлагают урегулировать задолженность за 8 миллионов 600 тысяч долларов. Звучит как издевательство, правда? Теперь попробуем немножко по-другому. Правительство Молдовы отказывается брать на себя долг дочки Газпрома. Звучит уже не так обидно, скорее наоборот. Между тем, и то, и другое описание ситуации не слишком грешит против истины. О долге размером 709 миллионов долларов заговорили два года назад. В 2021 году, когда в Европе уже разгорался энергетический кризис, Газпром угрожал перекрыть Кишиневу газ, если по прежним долгам правительство не расплатится. Молдавские власти после долгих мучительных переговоров согласились заплатить, но только после того, как сумму подтвердят независимые международные аудиторы. На том и согласились, когда в очередной раз продлевали на пять лет долгосрочный контракт на поставку газа. Вот только дело в том, что Газпром продает газ не молдавскому правительству, а компании «Молдова Газ», которая занимается доставкой топлива конечным потребителям, а заодно и собирает с них деньги. И все бы ничего, но «Молдова Газ» — акционерная компания, и правительству республики принадлежит к ней чуть больше 35% акций. Еще 13% с небольшим процентов контролируют власти Приднестровья, а контрольный пакет 50% принадлежит «Газпрому», который фактически и управляет компанией. Так что 709 миллионов «Газпрому» должна его собственная дочерняя компания. Аудит, на котором настояли молдавские власти, из-за которого, к слову, заплатили больше миллиона евро, долга «Молдовы» перед «Газпромом» не выявил. Так что с точки зрения Кишинева, предложение решить спор за 1% от суммы долга — жест доброй воли. Российская компания от предложения отказывается и настаивает на том, что аудиторское заключение ничего не стоит, поскольку не подписано руководством «Молдова Газа». Одним словом, очередной тупик. Примерно как и два года назад, с той лишь разницей, что у «Газпрома» теперь на счету каждый цент и каждый оплаченный кубометр газа, поставленный в Европу. А газовый шантаж работать перестал. Перекроешь сегодня вентиль, и совершенно не факт, что завтра сможешь снова его открыть. А если уж так хочется на ком-то отыграться и сохранить лицо, для этого есть собственная дочка с очень подходящим для этого названием — «Молдова Газ». Не все ведь сразу вспомнят о том, кому на самом деле принадлежит контрольный пакет в этой компании. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.